Пожарные машины Разного размера и вида затесали всего несколько других А на прогулку без своего кукольного огнетушителя молотка Будущий спасатель и вовсе не выходит Мы начали читать книги И как раз когда пошли большие Размеры больших книг Там были красочные картинки, стихи детские И у нас такая тема пошла Что повествование о профессиях Первая картинка была И стихотворение было о пожарных Когда мы едем по дороге в машине Он увидит проезжающую пожарную машину с сиреной Это был второй такой толчок к его мечте И потом он сказал Мама, хочу увидеть большую пожарную машину После этого мечту сына мама взяла в свои руки В декабре 2015 года Родители Елисея написали письмо Начальнику главного управления МЧС Паульяновской области Перед Новым годом маленького Елисея пригласили в гости к спасателям Показали автомобили Покатали на пожарной машине Это был очень здоровый, такой большой толчок для ребенка И он начал лучше себя чувствовать Потому что понял, что мечты-то сбываются Что он может Спустя два года сбылась еще одна мечта Елисея 4 декабря, день в день Когда он впервые побывал на экскурсию спасателей Ульяновска Ребенок стоял на одной сцене с главой службы МЧС России Владимиром Пучковым Министр подарил ему настоящую пожарную каску Оранжевый берет, фирменную куртку Еще одну пожарку в детскую коллекцию машин А вот когда ты был в Москве, ты вышел на эту большую сцену А вот какие эмоции у тебя были? Может быть испугался? Или ты уже с раннего возраста готовишься к тому, чтобы не пугаться никаких ситуаций? Я просто радуюсь до визга Да, и там тоже радовался, да? Да Поездке в федеральное управление МЧС поспособствовало письмо, которое Елисей сам написал Пучковым Здравствуйте, самый главный спасатель страны Меня зовут Елисей Я хочу стать пожарным Мне 5 лет Участвую в конкурсах МЧС Готовлюсь к поступлению в кадетскую школу МЧС Скоро поеду в Москву на прием к врачу Очень хочу увидеть вас и попросить на Новый год настоящий шлем пожарного Это моя мечта Радченко Елисей Ульяновск А у тебя есть уже какой-нибудь любимый спасатель? Да А как его зовут? Кто это? Его зовут Дима Просто он на Москве живет Длик от нашей России Мало кто знает Но все это время Елисей и его родители мужественно боролись с серьезным заболеванием Родители мальчика просили нашу съемочную группу не афишировать название диагноза Все началось с года и более-менее стабильное положение нормальное было достигнуто к 4,5 годам Сейчас Елисей уже 5 с небольшим и уже мы вот это стабильное состояние поддерживаем И все завершилось у нас хорошо Но еще врачи продолжают под наблюдением у нас еще год Конечно, это была сложная для меня ситуация Но было время такое, что я и плакала, и расстраивалась Но зная то, что я хотела обеспечить хорошую жизнь для своего ребенка Чтобы он стал достойным гражданином России И хотел осуществить его мечты, самые главные Вот, наверное, он меня подпитывал все-таки своим жизнерадостным состоянием, своими мечтами Семья Радченко ни на минуту не опускала руки Крепко держалась и продолжает устойчиво стоять на трех китах Имя которым вера, надежда и любовь Вера в мечту, надежда на светлое будущее и крепкая любовь друг к другу Ринат Алиолова, Руслан Баталов, Евгений Симонов Специально для Ульяновской правды Спасибо большое главному управлению МЧС Паулянской области В частности, Игорю Викторовичу Киселеву, генерал-майору И всем тем, кто работает под его чутким руководством Огромное вам спасибо за то, что поддерживали Елисея И приглашали его в пожарную часть Огромное спасибо врачам, которые работают на благо детей И поддерживают их здоровье И родители, самое главное, держитесь Если у кого есть больные детки или немножко с отклонением здоровья Помните, врачи есть И главное, есть родители, которые держат своего ребенка крепко за руку Редактор субтитров А.Семкин